Борьба за квадратные метры в самом центре Ужгорода. За элитное здание воюют профсоюзы и суды. Первые заявляют, что служители Фемиды якобы пытаются отобрать их собственность, а судьи уверяют, что профсоюзы наживаются на госсобственности, сдавая помещение в аренду. Кто прав, выясняли наши корреспонденты. Трехэтажное историческое здание, построенное в начале 20 века. Облицовано мрамором и украшено скульптурами. Его рыночная стоимость – не один миллион долларов. В здании еще 60-х годов прошлого века находится офис местных профсоюзов. Но на квадратный метр претендует служитель Фемиды, Закарпатского админсудам. Закарпатский господарский суд, потом Закарпатский высший господарский суд и Львівский, разглянувши вопросы, приняли решение в користь другого суда отобрать в нас эту будівлю. И это, мы считаем, рейдерское захопление одного суда на користь іншого суда. В админсуде заявляют на своих коллег, не довели и ни о чем не просили. Дескать, зданию профсоюзов отсудил фонд госимущества. Ведь в советские времена строение предоставили профсоюзам в пользование, но не в собственность. Поэтому государство в лице фонда и должно решать, кому занимать вожделенные квадратные метры. До нас вернулся Закарпатский областный окружный суд. Мы должны были вернуться к суду, чтобы признать право державы за этим будинком. Мы признали право державы за будинком, заданным по площади народной 5, в особи фонду держмайна. После чего фонд передал здание к обмину, то от судебной администрации. А уже она решила помещение предоставить Закарпатскому окружному админсуду. Но добровольно профсоюзу уходить не хотят. В каким чином мы можем зайти, пока оно занято іншими особами, які, керуючись такой, користуючись ситуацией, сдают неналежные майны в аренду. 17 урендарев, тому ситуация, напевно, скоро не вырежется. Каждый месяц урендная плата неприбутковая организация отримает доход. Звычайно, вони звідти добровільно, швидко не підуть. Суді жалуються, им приходится работать в двох разных зданиях, которые не отвечают стандартами, находятся в нескольких километрах друг от друга. За аренду платят каждый месяц 40 тысяч гривен. При этом в одном небольшом кабинете ютятся 4 сотрудника. Маючи при цем приміщення в центре міста квадратурую 3800 метр. Ютянок, секретарю, бачите сами. Страсти накаляются. Служители Фемиды готовятся к новым судам. Теперь о незаконном завладении помещением и принудительном выселении профсоюза. Но последние сдаваться не собираются. Любовь Кукла, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер, Ужгород.